В Кунаеве активно ведутся строительные работы, многие из которых очень важны для города. Это возведение административных, социальных, медицинских и спортивных объектов. С ситуацией на строительных площадках некоторых из них ознакомился глава Алматинской области Марат Султангазиев. Подробнее расскажет мой коллега Жандос Назарбаев. С тех пор, как город получил новый статус, началось активное решение земельных вопросов, разработка проектов новых зданий, а также вопросы бюджетного финансирования. В целях благоустройства областного центра был создан эскизный план строящихся спортивных, медицинских и административных учреждений. С реализацией некоторых из них в минувшие выходные ознакомился Аким Алматинской области Марат Султангазиев. Глава региона отметила необходимость создания условий для строительных компаний и предотвращение возникновения препятствий в строительном процессе. При этом Аким области в первую очередь посетил площадку, на которой в скором времени будет возведено административное здание. В целом по проектированию, по графику идем, когда Джерджи и Бзге, Афор МТЦ, уже экспертиза объявится в Кремсе. Выдобно же, вот, Дикжаг Аврак, Куртас? Да, Джаксит. Дунгопры? Джаксит. Локация очень хорошая для Акимата. Также глава региона побывал на земельных участках, выделенных для возведения административных зданий областной прокуратуры, департамента ПОЧС, полиции, антикоррупционные службы областного архива, суда и филиала Национального банка. Все они будут расположены вдоль трассы Алматы-Ускимен. Наряду с этим решены и ряд проблем, связанных с вырубкой зеленых насаждений. Отметим, на каждом объекте для удобства граждан предусмотрены площадки под автостоянки и парковочные места. Вот граница участка, смотрите, на объездной, безкруговой, мы из участка полный круговой проезд берем зой, между зданиями проезд даем. Но по границе отрада практически уже некуда нам выдвигаться. Ну вот это мы, почему вот так выдержали? Мы в створ выдержали, Маратюшич, чтобы мы в створ сели. Тут чуть-чуть, бездогана, более корректный невр, кембана, чуть-чуть алгасшар, вынуждена. Потому что совсем, наверное, газ, да, газ тоже сильно нам железная дорога не даст прижать его. Поэтому с учетом этого мы кембана чуть вперед, Маратюшич, чуть вперед выдвигаем кембан. Ознакомился глава региона с эстетическим обликом возводимых объектов. Все они будут построены в классическом стиле. Это здания областной прокуратуры, судебные экспертизы, антикоррупционные службы и комитета национальной безопасности. В этом же направлении будут построены и такие объекты, как Департамент полиции, экономический и административный суд, а также Департамент по делам обороны. Отметим, что архитекторы внесли значительные корректировки и изменения в подготовке проектов Конгресс-хола, областного архива и краеведческого музея. Все вышеперечисленные объекты будут возведены в первую очередь для удобства горожан, спроектирован и двухэтажный дом правительства для граждан. Кабель под землю, это все в целом убрать хотим. По нашему коридору, там не задевает, да, напорка нас, да? Мы уже туда не закидываем. Все, тогда здесь по сетям, ну здесь очень много сетей, Маташ, Баэр, Бнасти, Тимс, здесь три городские основные нитки лежат по воде, плюс две напорные канализации линии здесь лежат. И вот эти лэпы. Манажехтный Баэр полностью магистральный газ, он тоже, Аргарай-Шарам, железная дорога, Казар, вот это же протокол Хосак, чтобы они нам дали возможность в салорных защитных зонах на Крыгинге. В ходе рабочей поездки глава региона посетил территорию пресечения улиц Кунаева и Абая, где предусмотрено строительство поликлиники. Социально важный объект рассчитан на 900 мест, однако специалисты намерены внести некоторые изменения. Отметим, что рядом с поликлиникой также будут построены политехнический колледж на 1250 ученических мест и реабилитационный центр на 150 коек. На сегодняшний день уже идут работы по проектированию инженерных сетей, также идет проектирование самих зданий. Поэтому очень важно посмотреть, как здания впоследствии будут уже расположены на этих участках, и насколько будут удобны проезды и людям пользоваться этими зданиями. Кроме того, рядом с центральным парком по улице Жамбыла планируется строительство многофункционального спортивного комплекса и дворца школьников. Оба проекта имеют огромное значение в развитии областного центра в ближайшие годы. Отметим, что в прошлом году в Маслихатом Алма-Атинской области утвержден дизайн-код города Кунаев. По мнению главы региона, областной центр не должен быть похож на другие. С учетом его расположения рядом с большим водоемом, есть необходимость его развития как курортной зоны. А потому современная стилистика должна соответствовать городу будущего. При этом все административные здания будут возведены не выше пяти этажей. Однако эти критерии не будут касаться зданий департаментов и региональной администрации. Связано оно с тем, что для строительства данных объектов будет использоваться большое количество стекла, отметил Марат Султангазиев. По финансированию проектов мы из местного бюджета средства выделили. Непосредственно на само строительство социального здания и зданий госорганов. Оно предусмотрено комплексным развитием нашего города, утвержденным постановлением правительства. Марат Султангазиев также отметил, что на сегодняшний день выделены средства на подготовительные работы и строительство некоторых зданий. Все они предусмотрены комплексным планом развития города. Отметим, специалисты после полной подготовки проектов намерены заняться оформлением заявки на финансирование из республиканского бюджета. Жандос Назарбаев, Айолом Джульсен Каза, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.